После смерти ребенка в Актобе разрешили отстрел бездомных собак. Трагедия произошла в микро- районе Нур-Актобе, где свора бродячих псов насмерть загрызла 12-летнего школьника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кто понесет ответственность за гибель ребенка и когда специальные службы приступят к отлову собак, выясняла Лайла Уесова. Мадиару было всего 12 лет. Кроме него в семье есть еще двое детей. Родные до сих пор не могут поверить, что их мальчика больше нет в живых. Они забили тревогу, когда ребенок не вернулся с прогулки. Чуть позже растерзанное тело школьника обнаружил на стройке сторож. Убитые горем бабушка и дедушка говорят, что даже подумать не могли, что их спокойный и послушный внук станет жертвой бродячих псов. У меня все внутри горит. Как представлю, какой страшной смертью умирал наш мальчик. На нем же живого места нет. Он был там один и совершенно беспомощный. Почему у нас не ценят человеческую жизнь? Найдите хозяина этих собак. Пусть он ответит за смерть моего внука. Смерть ребенка оплакивают в школе. Мадиар окончил шестой класс, говорят учителя. По их словам, в конце мая другая ученица их школы тоже пострадала от нападения собак. Они искусали 13-летнюю девочку с ног до головы. Но от гибели подростка спасли прохожие. Здесь кругом стройки. Думаю, этих собак берут для охраны, но не кормят. Они голодные по всему району бегают и пугают детей. Мы сами подавлены. Нужно уже принимать какие-то меры. По заключению экспертизы, ребенок скончался от обильной кровопотери. На его теле обнаружены множественные рваные раны. Вероятно, от укусов животных. Уголовное дело расследуют в полиции. Между тем, ответственность за случившееся взяли на себя чиновники. Заместитель Акима области заявил, что готов сложить свои полномочия. Сегодня будет подписан алгоритм действий. Конкретно по каждому участку будут ежедневно поступать заявления. Сложите полномочия? Однозначно я скажу да. Если мне скажут, что я не справился с данной работой, я, наверное, в какой-то мере, как курирую в этой отрасли, ответственность, наверное, мне все это тоже несу. Под законные акты по содержанию собак и кошек прошли регистрацию, но вступят в силу через 60 дней, то есть после 18 июля. Затем нужно выделить деньги и провести конкурс среди желающих заниматься содержанием отловленных собак. По предварительным подсчетам специалистов, в октябре насчитывается до 3000 бродячих собак. При угрозе жизни и безопасности людей их могут умертвить. Но для этого нужно официальное заявление от жителей. К слову, с 25 мая по 10 июня в городе уничтожили 274 собаки. Лайла Уэсова, Жумарт Хадайбергенов, Телеканал ТДК 42, Актубе.